Жили-были Женек и электрочайник в Хендай. Два хороших друга налей в стакан. Хендай всегда выручал Женька в холодной зиме и не только вечер. Пока однажды не случилось горе. Одолело в Хендаях море неведомое. Перестали светиться его светодиодные красивые лучи. Остывало его горячее сердце. Задумался Женек и понял, что надо спасать друга. После долгого использования на постоянной основе, чайник перестал включаться. В этом видео дадим ему вторую жизнь. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Для начала я замеряю напряжение у сетевого фильтра. Мы видим напряжение поступает 225 вольт. Проверяем еще раз чайник. А вдруг он сам починился? Эх, но нет. Переключаем мультиметр в режим прозвонки. Проверим платформу чайника на обрыв контактов или проводов. Проверяем первый контакт. Второй контакт. Ну и третий контакт. Делаем вывод. Платформа чайника в рабочем состоянии. Переходим теперь к самому чайнику. Откручиваем 4 самореза. И снимаем спокойно заднюю крышку. Сначала проверим на исправность нагревательный элемент или по-другому ТЭН. Переключаем мультиметр на измерение сопротивления 200 Ом. При исправности ТЭНа сопротивление должно быть примерно 28 Ом. Это для чайников в районе 2 кВт. И 67 Ом для чайников в районе 900 Вт. В нашем случае чайник в районе 2 кВт. Значит он должен показывать сопротивление в районе 28 Ом. При измерении сопротивления ТЭНа средний показатель 28,5 Ом. Это говорит о том, что ТЭН полностью исправен. При осмотре я увидел ржавчину на контактах. А значит следующее, что нужно сделать, это снять все по очереди контакты и зачистить или убрать ржавчину с них. Короче, пассатижами мучился, мучился, мучился. Так и не смог ими никак снять. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потом взял маленькие пассатижи, тоже попробовал. И тоже. Короче, не получилось снять. Сейчас буду что-то другое пробовать. В общем, с помощью обычного шила я снял контакт. Далее берем что-нибудь острое. Можно тоже самое шило. Можно ножик использовать. И как бы начинаем снимать с металла. Ржавую поверхность. Если по-обычному сказать, просто шкрябаем по контактам. После этих процедур вставляем контакт на место. И немного поджимаем сам контакт. Такую процедуру нужно провести с каждым контактом. А их у нас 4. Один уже, считай, зачищен. Осталось 3. После того, как я зачистил все 4 контакта, я хочу проверить чайник. Потому что в 90% случаев бывает неисправность именно в контактах. Из-за того, что они окисляются. Сейчас мы это узнаем. Что и следовало доказать. Чайник полностью исправный. Он не работал из-за того, что контакты были окислены. Через окисление плохо проходило электричество. Поэтому чайник не работал. Дальше я не вижу смысла его разбирать. Он исправный. Поэтому я его собираю обратно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, кому было интересно. Подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok